Всем привет! Снимаю видео с впечатлениями тех прошедших месяцев, в которых мне не получилось снять помесячно, да, в каждом месяце свои впечатления. Потому что было очень много всего, и было очень много работы, и не было возможности снимать, к сожалению. Поэтому я расскажу вам только самое яркое, то, что у меня запомнилось, что-то случилось, то, что будет вам, наверное, максимально интересно, и, ну, как-то так. Ну, и, как всегда, начинаем с детей. Первое, что было, у Даши был день рождения, отметили замечательно. Даша сказала, вдруг хочу много гостей. Поэтому сделали такую небольшую свадьбу, там было, ну, конечно, не слишком много человек, по-моему, человек больше 20 и много детей. Сделали этот замечательный праздник, в то время как все предыдущие годы для нее не имело большого значения для того, чтобы праздновать день рождения. То есть кажется, что она доросла в своих 6 лет, вот до этого ощущения праздника, ощущения того, как бы желания, чтобы ее поздравляли, да, дарили подарки, то есть наконец-то, да. Потому что когда родители делают, например, ребенку день рождения там в год или в два, это скорее праздник для родителей, чем для ребенка. Ребенок еще не вполне осознает. Хотя, если честно, вот я лично помню свой день рождения в год. Но вот глядя на Дашу, я помню, что для нее как-то те первые годы было немножко так абстрактно понять день рождения, она как таковое не осознавала там день рождения. Просто гости пришли там, поздравляют, но вот именно ощущение праздника пришло к ней только вот в этом году. Также в феврале Федор сильно переболел. Я-то предполагаю, что это был ротовирус. Я не могу сказать точно, потому что я не обращалась к врачам, потому что я не хотела его кормить лекарствами. Но что могу сказать, была высокая температура, его рвало, он за неделю похудел на 500 грамм. Не рассказывайте мне о том, какая я плохая мать, что я не обратилась к врачу. Это все прошло прекрасно, но только грудным вскармливанием и в конце еще начало давать воду, когда температура была высокая. Но все прошло замечательно и пошел такой скачок роста. В общем, все супер. Сейчас Федору 9 месяцев и он уже ходит у опоры, прекрасно стоит, отлично ползает, пытается говорить. То есть все у него замечательно и слава богу. В конце апреля, начале мая мы поехали в отпуск в Турцию. В связи с нашей ситуацией в стране... Ах, да, и два слова про ситуацию в стране. Исходя из каких-то моих публикаций, многие делают про меня какие-то выводы. Но я хочу вам дать понять то, что... Знаете, в моем мире, в котором живу я, у серого существует больше двух оттенков. Поэтому я не делю людей на своих и чужих, на правых и неправых. Я вижу, например, создавшуюся ситуацию несколько более глобально с точки зрения мира, с точки зрения страны в целом. Ну, не знаю, я не считаю, что есть там правые и виноватые какие-то нации или какие-то определенные люди. Просто все пришло к тому, что получилось именно так и по-другому быть просто не могло. Это как экономические законы, как цикличность в этом мире. Что-то накапливается, накапливается, резко взрывается, потом идет спад, потом снова подъем. То есть какой-то просто этап в нашей стране сейчас происходит. Я бы не хотела полностью вам рассказывать свою грамматическую позицию, да, потому что, как мне странно, россияне почему-то считают, что я против них, а украинцы говорят о том, что я за россиян. То есть нет такого на самом деле. Мне кажется, что мир немножко сложнее, чем просто свои и чужие. И поэтому я закрываю эту тему, я больше не хочу обсуждать это в комментариях. Потому что то количество негатива, которое вызывает в себе эта тема, это просто зашкаливает, зачем это надо. Итак, мы ездили в отпуск в Лурцию. Да, мы копили деньги, честно говоря, на страну немножко подороже, но в связи с ситуацией в стране резко упала гривна, и просто денег хватило только на Турцию. И поэтому мы поехали отдыхать в Турцию. Отдыхали, кстати говоря, прекрасно. Но, что я хочу отметить. Во-первых, пища перед Турцией, я слетела с системой минус 60. Это не спад. Я просто перестала исследовать, и мне кажется, я больше туда не вернусь. В какой-то момент один человек задал мне вопрос. Нина, когда ты перестала ощущать чувство голода? Я поняла, что системное питание тебе надо поесть 5 раз в день. Или ешь вот столько, вот такое-то количество, пей воды, ешь такое-то количество фруктов, овощей. Это немножко нас зомбирует, можно сказать. То есть я действительно поняла, что я забыла, когда в последний раз я ощущала, что я голодная и сильно хочу есть. Или что, ой, наелась, и мне хорошо. Такое чувство, что еда, как бы, она занимает большую часть жизни. Но мне кажется, так быть не должно. Поэтому просто я закрыла эту тему, и я больше не на системе минус 60. И, конечно же, слетев с системы, я набрала 5 килограмм. Аж бегом. Я начала пытаться копаться в себе, разбирать ту ситуацию, почему так. Потом я обратилась к своей хорошей знакомой, которая является психотерапевтом, которая является телесным практиком. И она немножко со мной поработала, и у меня на всё начало работать. Я уехала в отпуск, в отпуске я похудела на 5 килограмм. Как только я вернулась, я снова набрала вес. То есть вот сейчас такой какой-то у меня период очень хлипкий, очень такой неоднозначный. И я не знаю, что с этим весом происходит. Куча заверит, что это немножко потихоньку стаканится. Потому что то, что я проработала вот с Оксаной, то оно имеет какой-то эффект. Я это чувствую, потому что это как бы пространство вокруг меня, оно меняется. Люди начинают себя по-другому вести, чем это было раньше. Поэтому да, вот так. То есть ждём, я буду держать вас в курсе того, что происходит относительно моего веса, относительно моего питания и всего остального. Пока что всё очень в прострации. Дальше. К нам в Киев приезжал Мишель Оден. Это, кто смотрит мой канал, знает, светило современной гинекологии. Это он придумал доул. Это он сказал о том, что огороды должны проходить естественно, в темноте, теплоте, тишине и в безопасности, без надзора. Вот такого плана. То есть он приезжал к нам, ему уже больше 80 лет вообще. И проводил семинарники такой для специалистов и для родителей. Я ходила в тот день, когда именно для специалиста, ну то, что мне актуально, что мне интересно. Он рассказывал про новые, не технологии, а как бы науки, которые изучают эволюцию, а рассказывал о том, к чему приводит кесарево сечение, о том, почему некоторые гормоны из-за того, что есть кесарево сечение, становятся просто нам, ну не использованные нашим организмом. И из-за этого очень сильно идут изменения на уровне эволюции человека. Страшно, если честно рассказываю, у меня мурашки по коже. Но факт остается фактом, такое есть. Кроме того, я организовала курс «Трагишули». Я вам говорила о том, что я собираюсь это делать. И он прошел этот курс. То есть это известная немецкая школа с линкоконсультирования, такого международного уровня. Она известна во всем мире, на нее полагаются, на нее обращают внимание, на их рекомендации. И я собрала группу из 10 человек, ну 9 человек, да, в связи с ситуацией в стране. Это несколько человек менялось. В общем, вышло в итоге 9 человек группа. Мы прошли основной курс «Трагишули». И очень надеюсь, что если все устаканится у нас, то на следующий год я приглашу продвинутый курс нам в Украину. Короче, хочется немножко продвигать эту тему, немножко растить наших хороших с линкоконсультантов в Украине, чтобы можно было заявлять о том, что у нас тоже хороший уровень консультирования, хороший уровень специалистов по слингоношению. Ну и немножко уже таких последних новостей, что произошло. Мы-то кинаняли няню, уже две недели Федор с ней, все прекрасно. То есть я сказала, я посмотрела на время, а не пора меня уже домой. Я ее, получается, нанимаю на 4 часа в день. То есть я беру одну семью в день на работу для консультирования с часу до 3. И получается так, что в 12 приходит няня, я собираюсь, уезжаю на работу, возвращаюсь где-то с 3 до 4, и в 4 уходит она, а Федор ложится спать. То есть он спит с утра до 12, и потом в 4 он ложится. Получается его 2 дневных сна, которые не попадают на то время, когда няня у нас. По-моему, очень здорово получилось. Так вот, через 2 недели того, как няня у нас уже побыла, он к ней привык. Он не просто привык. Сейчас такой, знаете, период, 9 месяцев, он такой очень мамин, он такой просится на ручки. И даже, например, если он сидит, играет, занят чем-то, если я мимо пройду, всё, а, мама, да, там, начинает хныкать, начинает проситься на руки, начинает проситься к маме. Если, например, он тоже с мужем играет, и я прошла мимо, он меня увидел, он начинает проситься ко мне. А с няней последние дни я ухожу, машу ему пока, он мне улыбается и машет пока. То есть вообще, как по мне, так всё случилось, всё замечательно. И я могу уже, наконец-то, несколько часов в день уделять тому, что мне надо, своей работе, вам, как сегодня, например, смогла найти, наконец-то, время снять этот видеоролик. И всё, не буду у вас загружать ещё большее количество информации, давайте всё будем разделять по чуть-чуть, да, чтобы были небольшие видео, которые интересно смотреть. Всё, всех люблю, до встречи, пока, подписывайтесь, ставьте лайки и всё такое прочее. Субтитры сделал DimaTorzok